Привет, друзья! Ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях. А теперь поехали! Существует много способов отбеливать белье, и далеко не все из них одинаково эффективны. Опытные хозяйки знакомы с так называемой французской методикой, которая позволяет достаточно легко справиться даже с самыми серьезными пятнами на одежде. Использовать данный способ на практике совсем несложно. Ингредиенты и инструменты для реализации данного способа очистки белья найдутся в каждом доме. Итак, нужно иметь при себе четверть бруска хозяйственного мыла, это порядка 50 грамм, от 3 до 5 кристаллов перманганата калия или марганцовки, а также две металлические емкости по 6-7 литров для нагревания. Стоит также добавить, что мыло должно быть 72-процентным. Продукт с меньшим содержанием жира не так хорошо очищает пятна. Сначала нагреваем воду в каждом из тазиков, затем трем на терке хозяйственное мыло и высыпаем его в кипящую воду одного из сосудов. Размешиваем мыло до растворения, после чего снимаем емкость с огня. В другой сосуд выливаем марганцовку и также добиваемся ее растворения. Вода должна порозоветь, но остаться прозрачной. Важно! Не используйте жидкости фиолетового или пурпурного цветов, они окрасят белье. Теперь необходимо смешать содержимое двух сосудов. Скорее всего, раствор примет коричневую окраску. Получившуюся смесь перемешиваем до вспенивания. Когда это будет сделано, можно класть вещи в емкость. Самое главное здесь не переусердствовать с количеством вещей. Оставляем их на 7-8 часов. Когда указанный срок пройдет, останется только извлечь вещи и прополоскать их в холодной воде. После этого необходимо просушить белье и погладить. Если стираются детские пеленки, то полоскать вещи нужно особенно тщательно, чтобы на них не осталось калия, марганцовки или мыла. Важно! Данный способ отбеливания подходит только для вещей из натуральной ткани, которые можно стирать в горячей воде. Напоследок следует отметить, что французская методика хороша тем, что не требует приложения больших физических усилий к стирке, а также больших затрат времени из-за непосредственного участия хозяйки в процессе чистки. Постиранные таким образом детские пеленки позволят обезопасить чада от аллергических реакций. Самое главное в том, что подобная чистка позволяет удалить даже самые стойкие пятна. К слову, в зависимости от того, в какой стране произведена одежда, в ней могут содержаться несколько небезобидных веществ. Среди них азотокрасители, способные вызвать кожную реакцию от легкой до тяжелой степени. Если вы чувствительны к ним, такие красители могут вызывать покраснение, зуд и сухость кожи. Особенно если ткань трется о кожу, например, в области талии, шеи, подмышек и бедер. Большинство раздражителей можно вымыть, но на это может понадобиться несколько стирок. Кроме того, в одежде могут использоваться формальдегидные смолы, чтобы одежда не мялась и не плесневела. Дело не только в том, что формальдегид – известный канцероген. Смолы еще связывают с возникновением экземы, шелушения кожи или появления на ней сыпи. Более того, при производстве одежды используется этоксилат нонилфенола – токсичная ПАВ, вызывающая эндокринное нарушение. Вам, конечно же, не хочется подвергаться воздействию ЭНФ, если этого можно избежать. Но дело в том, что при стирке одежды ЭНФ попадает в местные источники воды, где очистные сооружения не в состоянии удалить эти вещества. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик и также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.